Мы пскопские. Мы другие? В чём-то? Да. Тогда какие? О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими в передаче «Мы пскопские». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Мы пскопские» и я ее ведущая на поле Тиханов. Через несколько дней наступает «Масленичная неделя», и потому не случайно в начале нашей передачи прозвучала песня «Псковского базилия», посвященная этой теме. В сегодняшней передаче, как вы уже, наверное, поняли, речь пойдёт о масленичных традициях, которые бытовали на протяжении многих веков в народной культуре псковичей. А совершить экскурс в прошлое мне поможет, как всегда, специалист областного центра народного творчества Марина Шевелёва. Марина, здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня есть уникальная возможность окунуться вместе с нашими радиослушателями в мир далёкой псковской провинции, когда деревни были полны людьми, в них игрались свадьбы, рождались дети, на окраинах деревень колосились бескрайние поля с пшеницей, льном, рожью, и весь цикл жизненных правил и обрядовой культуры псковского крестьянства были направлены на хороший урожай, почитание домашних животных и святую веру в высшие силы, которые нельзя гневить. В нашей передаче мы послушаем записи экспедиций прошлых лет, сделанные студентами и учёными нашего университета, а также специалистами сельских учреждений культуры, которые хранятся у нас в архиве. В передаче прозвучат рассказы жителей Псковского и Усвятского районов. Марина, скажите, меня как журналист интересует такой вопрос. С какого времени в информационных или этнографических источниках встречается описание Масленицы как праздника? Первый факт празднования Масленицы был описан псковскими журналистами в 1843 году в февральском номере псковских губернских ведомостей. В этой первой заметке всё внимание уделялось не столько описанию традиционного действия, сколько погодным катаклизмам, которые наблюдались в этот день. В феврале 1843 года весь день шёл дождь. Да, как у нас вот сегодня всё в мире получается циклично. Вторая публикация была на эту тему через 30 лет, в 1872 году. Журналисты уже рассказывали о том, как жители деревень на берегу Талапского озера заказывают зятя на блины, как они зазывают, как катаются вдоль деревни гужом, как поют хороводные песни в несколько повозок. А вот в 1903 году была третья публикация, наполненная уже текстовыми материалами. В газете были опубликованы песни, собранные в Изборске, в Торопецком, Порховском и Великолугском уездах. Ну, чтобы нам иметь представление о празднике Масленицы, давайте послушаем, что рассказывают псковичи о том, как в их деревнях отмечали этот праздник. Ну вот сейчас я хочу предложить нашим радиоуслушателям запись Марию Михайловны Александровой, 1904 года рождения, из деревни Голубы. Это Псковский район. Мы жгли Масленицу, Масленицу надо жечь. Ну вот поглядишь, во всех краях Масленицу жечь. Вот соломы, соломы это сделают, вот это кукурык-то, соломы принесешь так, чтобы пояснили, говорили. Если бывало соломы-то сели рожки, соломы-то. А песни пели на Масленице какой-нибудь? Да хошек пой, там кричи. А что кричали-то? А кто ж что-то думает. Кукурыга, кукурыга, а что это такое? Ну вот кукурыга, это вот в этой деревне так называли масленичное чучело. Вот так почему-то у них оно называлось. Даже я не могу сказать, потому что, ну в других записях мы никогда не встречали этого названия. Теперь давайте послушаем Григория Петровича Кустова, 1910 года рождения, из деревни Ольгино-Поле. Ну там Маслина придет, в Маслину ездили, вот в Остинку ездили кататься на лошадях. Ну понятно, ярмарки устраивались не только на Маслинице, но и в каждые выходные. Ну людям не хватало, наверное, праздников, работа была трудная. В деревне вообще трудно работать от зари до зари, и поэтому ярмарк – это был всегда большой праздник. Конечно, это прежде всего встречи с родными и близкими, это выход в люди, да, потому что это еще раз шанс для того, чтобы молодые люди могли кто-то с кем-то где-то познакомиться или увидеться. Следующий наш информант – это Александра Алексеевна Григорьева, 1923 года рождения, из деревни Ольгино-Поле. Маслина собирали по деревне, то на лошади, это лошадя, или катали сейчас, поехали. Вот примерно я жила в малой дуги, а потом жила я в большей дуги, что нас переселили туда. И там молодежь собиралась, с лошадями, там два, три, четыре лошади, и поехали в Остинку. Там я гуляю в избах. Костры жгли, костры опять маслину собирали. Ребята на санках возят, навозят кучу. И потом делают такую маслину высокую и зажигают. Маслину собирали, маслину жгли костры. Это сколько же нужно было собрать этой самой маслины, чтобы поддержать там всю ночь, наверное, костёр горел. Это, конечно, было одним из важных событий в жизни деревни, потому что в связи с тем, что жили бедно, то начинали собирать ещё до масляной недели, накануне. Ходили по дворам, потому что нужно было набрать очень много или старых вещей, или ненужных, потому что здесь шли и старые, старые, может быть, уже какие-то дрова, хворост, старые ненужные вещи. Потому что задачей-то было ещё и здесь же магия костра должна быть, что чем выше огонь горит, да, то это такой вот посыл к небу, к небесам, что идёт очищение всей деревни от злых духов, от бед, болезней, то есть как вот сила огня. Следующая наша собеседница, можно так, если её назвать, Валентина Фёдоровна Кораблёва, 1934 года, из деревни Гверздонь. Маслинцу на лошадях катались, саплён большой рос, урожай был хороший. Маслинцу жгли вечером. Вот колы такие, ну, вот, палки были высокие, им заматывали, обливали её керосином и зажигали, высоко подымали. Гулянки вот на масляной неделе, всю неделю гуляли. Раньше кадриль ходили четверо, надо четыре человека. Ну, вот на одной стороне пара, и на второй. Вот обычно, если вот из чужой придут в какой-нибудь, там, в деревню, вот, дрались, вот эти всё. А свои-то не дрались, а свои вот. Катались на лошадях, чтобы лён был хороший. А какая связь? Вы знаете, самая прямая, потому что, если мы возьмём праздники весеннелетнего цикла псковичей, и будем их наблюдать, то почти везде у нас идёт, это и в Пасху, это и в Троицу, это и в Иванов день, это, естественно, и на Масленицу. Если катались на Масленицу на лошадях, то во все другие дни катались на качелях. И даже к этим праздникам изготовлялись специальные качели. В лошади катаются длинная дорога. Это длинный лён. С льна же раньше и было благополучие крестьянских домов. Это и нитки, из которого делали домотканные ткани и шили себе одежду. Это было, ну, чуть ли не главным, наверное, культурой в жизни крестьян. Поэтому и вот раскачиваешь, когда качели дети качаются и молодёжь, это тоже всё на то, чтобы был, как они ещё говорили, псковичи, долгой лён. Катались на долгой лён, длинный лён, да, чтобы лён был длинный и хороший. Какие ассоциации. Да. Ну, а сейчас я хочу предложить послушать Галину Фёдоровну Поташову, 1923 года рождения из деревни Подклиния. Встанешь утром, ну, а накануне, если есть у кого там, ну, есть у кого там мясо, холодца там наварят, а утром встанут, пироги напекут, блины. Ну, мы-то, как сказать, не очень-то богато жили. Семья была большая. Так мы бутички-то купим, блинов всё равно пекли. Пироги-то мы не пекли. Напекёшь блинов большую кучу. А на улице отмечали, вот горит маслинца. Пинцы все идут на маслинцу. Ребята делали, я-то ещё была в школу, ходила, тоже делала. Эти сыновья-то росли. Так как только этот день с утра, так они уйдут. Даже пожрать некогда прийти. Такие угощения, как пироги, наверное, не часто были на крестьянском столе. Вот только, наверное, в такие праздники. Да и блины тоже. Как мы можем судить по разговорам наших земляков, то, конечно, жили бедно. Но, как они говорят, к празднику, вот они всегда оставляли. Потому что на блин всегда в доме должно быть муки. Блин – это самое первое поминальное блюдо. Псковичи очень трепетно всегда относились к этому историческому моменту. Да, выложить поминальный блин на сугроб, упомянуть своих родных и близких, или отнести блин на кладбище, положить на могилу, чтобы птицы прилетели, божьи помянули. То есть, в общем-то, всегда на пирог, на угощение получалось сэкономить, накопить муки. А сейчас я хочу предложить послушать Ефросинью Федоровну Кузнецову, 1907 года рождения, из деревни Москвино. А здесь бывало ярмарки были, ярмарки, вот в Мелехове здесь была ярмарка. Ну вот, с полдня стала бы запрягать лошадь, вот садись на сане и поедешь на ярмарку. А там вон, а ехавшие, сколько лошадяк, со звонком. Ну и уже поздний вечер там погуляюсь, лошадей отвязываются, уезжают домой. В нашей деревне жгут, народ соберется. Ну вот, расходятся по домам, и там и говорили, ну, проще, прости меня грешную. Ну, Господь тебя проще, прости меня. И так расходились. Надо почаще, наверное, просить друг у друга прощения. Да, конечно, жизнь такая сложная. Лишний раз попросить прощения у родных и близких, это прежде всего, наверное, очистить свою душу, правда? Да. И вроде ничего и не стоит, а человеку легче жить от этого, что за душой ничего не таишь. Вот все-таки, насколько были все каноны праздников, да, они правильно выстроены, правильно направлены. И ведь большинство из них, вот посмотрите, огонь костра очищает деревню, да, а слово очищает душу человека. То есть, насколько вот такая богатая взаимосвязь вот этих магических символов. Да, сакральная. А теперь я хочу предложить нашим радиоуслушателям послушать рассказ женщин из деревни Усадища у Святского района. И наверняка наши радиоуслушатели отметят очень живописный, яркий, насыщенный диалект этих рассказчиц, потому что мы этим рассказом приблизимся к югу Псковской области. Ну, помните, как мы раньше мальченицу? Да, помним. Это, мальцы всегда нам вырезали ледние и были украшены то козой, ледень, то каким лебедем. И на саночках, на этих, на леднях мы катались сейчас горки. А горку эту заставляли нас, девчат, носить воду заливать. Мы заливали, все делали горку хорошо. И так хорошо было. Выходили все и женщины к нам, и ребятишки все на саночках катались. Женщину больше пели на этой, на горке. На горке. И мужики были. И мужики горбончиков. И гармошка была. И катым баловали. Все на сверке. Брали большие саночки, большие-большие. На саночках человек 5-6. Весело. Босаночки опрокинутся. Все в снегу. Весело, хорошо. Мы тоже так катались на саночках. Гуляли в клубе с гармошкой. Маслиницу справляли. На лошадях катались. А вот как Маслиницу справляли? Один день? Или каждый день? Нет, нет, нет. Целую неделю. Целую неделю. Да, гуляли Маслиницу. Маслиницу нашу. Мама и бабушка собирались сюда. В Катверь первый раз. Собирались. И там, как, столбовый, пели и все. А тогда бледы пекли. Бледы пекли. Да, да, да. И есницу делали. Кто что мог. А тогда в воскресенье было прошенное. В воскресенье ходили. Вдруг у друга прошения просили. А мы Маслиницу дежитали. Дежитали, леони, дежитали. У окошечка поглядали, 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 поглядали. Все. Вдруг у меня. Федора Матрена Михайловна. 30-е годы рождения. Расскажу. Как моя бабушка, она прожила 105 лет. Как раньше она рассказывала, как они собирались, как гуляли. Да я помню, как и мама моя тоже уже в прошлый год исполнилось 100 лет. Да, ходили, масленицу отмечали. Сначала у четверих было, назывались власи. Начинали с четверя гулять, собирались, скажем, сегодня у ганки собираемся. Приходят со своим сусим. Закуска обязательно, холодец, яичница, винегрет. Ну, что у кого было? Самогоночка, самодельное пивцо было. Гуляли, бабы, веселились. А мы масленицу прикитали, прикитали, люли, прикитали. У тряпочку завязали, завязали, люли, завязали. Одежа была, ну, раньше все больше свое было. Саяны такие, самоткальные были. У кого малиновый, у кого красный, у кого зеленый, у кого рябуха. Кофты были с баском, такие широкие, наверх на юбку. И там саян тот под поясом был. И такие кисти пояском там торчались под кофты вот так. На ногах были такие полу... Нет, они ботинки назывались. Вот сюда, примерно так, на шнурках. И каблучок небольшой такой. Они были покупные или как-то сами их шили? Нет, и они были, сами шили, потому что я поглядела изнизу, все-таки деревянным гвоздиком позабито, вот так, у два ряда. Да, да, чтобы похвастить, да. А бабушка моя была тоже, у ней была такая замужащая. Ну, типа платье, типа рубаха такая. Ну, она белая была. И вот такие были наряды. Назевали у кого что было, у кого были саяны. У саяна приходили каши. У кого были рябухи. У рябухов приходили. А у кого простые. В общем, самотканы носили. А нас масленица подманила, подманила люди, подманила. Интересно, катание на ледянках. А сейчас сохранилась эта традиция? Я думаю, что, конечно, нет, потому что сейчас очень много нам предлагают различных санок, салазок, ватрушек. А вот петь на горках, эта традиция, Центр народного творчества, очень тщательно сохраняет, потому что каждый год на нашем масленичном фестивале мы стараемся в финале выйти всей большой компанией. И если нет сугробов, то все равно подняться на горку и на горке исполнить нашу псковскую масленичную песню. По экспедиционным записям, то женщины говорили кричать песни, пошли кричать песни. То есть они песни даже не пелись, а вот когда они выходили и вставали на горке, они их выкрикивали для того, чтобы их голос раздавался по округе. И когда с разных деревень вот этот стоит гул, деревни-то, в общем-то, не очень так раньше, как-то так далеко были друг от друга. И вот если все-таки близко, то все это можно было услышать. Песенный гул, он тоже шел на очищение, вот песни очищала. Понимаете, как хорошо? Слушай, красиво, красиво. А на какой горке можно будет ваш услышать гул песенный? Я думаю, что на Романовый приходите, да. Но вот из рассказов псковичей мы видим, что в разные годы на Псковщине соблюдалось обращение ко всем масленичным символам в эти праздничные дни. Люди обязательно пекли пироги и блины, проводили гостевания, катались на лошадях из ледяных гор, пели песни, делали чучело и собирали все, все для масленичного костра, чтобы сжечь чучело масленицы. Скажите, где можно послушать эти и другие этнографические фольклорные записи полностью и в свободном доступе, они есть? Конечно, на нашем сайте областного центра народного творчества. Он обладает прекрасной мультимедийной библиотекой, в которой размещены шесть изданий выпусков объекта нематериального наследия Псковской области, где описаны песни и традиции не только масленичных гуляний, но и троицких, рождественских, купальских. А также у нас на сайте размещен сборник песни Псковской области, в который включено около 300 аутентичных песен, собранных в разных районах Псковской области. Поэтому любой желающий может к нам зайти на сайт в мультимедийную библиотеку и закончить нашу передачу. Я хочу масленичной песней в исполнении песни Хорки из деревни Никулина Великолугского района Степаниды Павловны Тарасенковой, 1906 года рождения. На горушки сняшки сыплю, 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 сняшки сы В нашем доме не счастья Свалився свекр со палачей, свекровушка со кровати В нашем доме все не счастья Свалився свекр со палачей, свекровушка со кровати Свалився свекр со палачей, свекр со палачей К сожалению, многое из того, что сегодня прозвучало в эфире, в деревнях уже не исполняется Просто некому стало веселиться на масленицу Хорошо, что исследователи народного творчества успели записать в псковских деревнях масленичные тексты песен и преданий Наше время в эфире заканчивается С вами был Анатолий Тиханов Всего доброго!